Друзья, приветствую вас на телеканале Якутия 24. Сегодня мы находимся в лавке мастеров Ева. И после такой продолжительной разлуки мы, наконец, снова с хорошим настроением встречаемся сегодня с Евгением Щукиной. Я уверена, что наши телезрители уже знают это имя. Женя, здравствуй. Очень рада быть у вас в гостях. К слову, лавка буквально недавно расширилась, имеет очень много зон. Сейчас вы можете посмотреть вкратце. Но лучше, конечно, все это увидеть своими глазами и прийти сюда. Женя, я тебя, во-первых, поздравляю с открытием, с расширением. Благодарю. Я очень рада приветствовать. Всех приветствую, наших любимых телезрителей, которые нас смотрят. Благодарю, что вы пришли, потому что... Всегда очень рада. Да, мы с Катей тут у нас свой лайп такой творческий. И сегодня мы, кстати, начнем, подвяжем нашу тему к осени, так как у нас уже осенняя наша пора наступила. И мы берем самое актуальное, это поделки. Поделки для садика, школы, ну и также на какие-то тематические вечеринки. Потому что у нас очень много активных людей, которые участвуют, выступают. Ну или просто для фотосессии. Мы будем делать сегодня ободок-шляпку. Так, она пойдет и для детей, и для взрослых. И просто можно ее потом по наследству передавать. Рукам и правнукам. Такой шлан открываешь, да? Коробочки. Этому ободку больше двухсот лет. Ну и Жене, Жене всегда вот интересно, что мне нравится, всегда можно экспериментировать, все по ходу, да. Мы будем полностью импровизировать. Да, мы пока тут настраивали камеру, мы подобрали все подручное, что нашли. Долго настраивали. Да, очень долго. Прошел третий час, да? Так, ну нам на самом деле потребуются самые обычные материалы. Я думаю, даже у всех рукодельниц найдется. Или можно прийти к нам тоже приобрести, если что-то будет не хватать. Для нас, для нас просто нужен будет картон, какая-нибудь ткань любая. Мы сегодня будем использовать замшевый фоамиран. Он гибкий, похож по текстуре на замшу. Потом также мы будем использовать различные материалы. Это ягоды, зелень, тесьма. Это нам для обработки краев нужно будет. Ободочек. Ободочек мы всегда рекомендуем брать металлический, потому что он будет держать... Надежный. Надежный, да. Его можно будет как раз в чулан положить, который по наследству перейдет, да? Качество. Не сломается. Не сломается, да. Прикинь, сломался, да. В конце не выдержал нагрузки, да. И также вот... Тычинки, листики. Ну и в ходе мы будем все это компонировать и соединять, чтобы у нас получилась красивая композиция шляпная. Что мы сегодня делаем? Мы будем вычерчивать диаметр самой шляпки. Берем небольшой... В общем, в принципе, размер шляпки вы сами определяете. Какой хотите, маленький, большой. На усмотрение. Да, на усмотрение. Но не прямо громоздкий, чтобы ободок тоже держал вес. Мы примерно взяли диаметр где-то 15 сантиметров. Это то, что мы нашли у себя. В тару такую. Да, любую тарелочку, пиалку. Любую тарелочку, пиалку. Но это суповая вот такая тарелка. Так, на Кате, пока поешь суп. Так, это у нас будет основа. И на основу мы еще должны сделать наш куб. Поменьше, да? Да, будет, который сама этот. Это тоже мы выбрали примерно диаметр. Мы все делаем на глаз. Вы можете, в принципе, просчитать. Но в творчестве мы вообще просто все чисто на глаз. И потом такая кривая в конце получилась. Так, картон мы вырезаем, чтобы он держался. И он держал всю текстуру, потому что композиция будет более тяжеловатая. И за счет ягод, зелени. И нам нужно, чтобы она была плотная. И наша основа это будет картон. Потом, Катя, давай ты будешь делать на фоамиране уже вырезать диаметр вот этого нашего. То же самое, только здесь. То же самое, да, только здесь уже. Классно, кстати, можно провести так время с своим ребенком, да? Да, кстати, девичник. С подружками. Сейчас у нас, кстати, очень популярно стало. Девочки собираются. Так, да? Да, и делают какое-то рукоделие, да? Актуально. Ну, типа такие творческие вечеринки. Тусовки домашние. Если раньше это были какие-то пижамные вечеринки, да, то сейчас чего только можно, нельзя это сделать. Да, да, сейчас время идет, все меняется. Что-то уходит, что-то приходит. Сейчас мне нравится, что... Ну, популяризировалось уже, вот, кстати, очень много даже среди моих знакомых, где уже собираются и что-то делают реально, рукодельничают. Это, кстати, очень-то классно же. Это, во-первых, очень много полезных навыков. Воображение, творчество, да, еще моторика, общение, плюс фантазия. Плюс рождение у каких-то новых вещей. Да, да, может, что-то там. Ну, творчество – это всегда полезно и всегда актуально. А также мы из картона вырезаем небольшую такую полосу. Ну, мы делаем наш цедриндер, да, получается? А вот мы объем банки взяли, вот, небольшой тоже, вот, это для сыпучих продуктов. Можете у лавки да прибыли, так. Вы можете любого диаметра делать тоже. Ну, мы примерно вот среднюю шляпочку делаем. И просто отмеряем, примерно примеряем нашу шапку. Если она чуть-чуть, чуть-чуть поменьше, то просто подгоняем. Он должен быть ровный или чуть побольше? Ну, он должен, чтобы наша крышечка закрывалась, в общем, цилиндр делаем. Ровно подходило, да? Кстати, геометрические эти, да, вот геометрия, где, оказывается, нужна. Вот где она нужна, в творчестве тоже. Вот, оказывается, вот и пригодилась. Так, ну, тебе просто нужно будет вот так отрезать. Ну, я тут уже прочертила с контактем. Все, и мы начинаем уже собирать нашу шляпку. Так, эти уже можно убрать. То есть все детали вырезаны из картона. Из картона и фоамирала. Мы, да, копируем на фоамирала. Да, картон – это наша основа, на которой будет уже полностью потом собираться уже наша композиция. Картон – очень крутая вещь, да, тоже. Можно, как сказать, много где его использовать, придать объем, упругость. Мы тоже вот с картоном очень активно работаем. Ну, так, Екатерина очень быстро справляется с работой. Я, наверное, тебя к себе заберу. Хорошо, да. С радостью. Вообще, очень быстро все делаешь. Придется увольняться. Да, теперь можете Екатерину найти у нас в Аккустрофео. Она теперь у нас будет. Делать с вами поделки, да? Так, теперь мы все это склеиваем. И, как всегда повторюсь, наше оружие – это клей-пистолет, который на все случаи жизни, потому что им даже можно обувь подклеивать. Если мы помним, да, раньше в СССР были такие… А, в какой? В 90-е, да? Шанхайки, помните, да? Да, тряпочные такие. Тряпочные, да? Да, на резиновой подушке. Все на нем было собрано. Шанхайки так и называлось. Шанхай, да? Шанхай, видать, изобретены были. Это такое разговорное слое уже, да? Но все их так и называли, кстати. Да, и вот раньше все на чудо вот этот клей собиралось. Теперь мы на него собираем все поделки, да? Так, ну вот, все очень легко делается. Непринужденно, несложно. Так. Ай, прямо клеится, да, сверху? Да, все так соединяем. Это как у нас сейчас процесс моделирования тоже. Вот так вообще любое изделие можно создать при помощи картона. Его даже декораторы и в интерьере, там, если какую-то композицию сделать, все через картон. Видишь, уже шляпка, да? Да. Все так оставили. Все уже мы. Теперь мы наш фоамиран, который вот отрезали. То есть уже форму тоже придали. Мы его проклеиваем на нашу основу первую. Только потом уже собираем остальные части. Так как клей у нас идет горячий, надо очень быстренько все это делать, чтобы не было таких зазоров, ну, там, объема. Он быстро застывает. Так, на глаз мы примерно находим середину. Так. А, также мы вот эту обклеиваем тоже. Так. Ну, все подбиваем. Так, теперь мы клеим нашу основу. Ну, и, в принципе, наша шляпка уже вот сама готова. Прежде чем начать декор, мы должны шляпку нашу обработать тесьмой, потому что у нас тут зазоры получились. Для этого нам понадобится любая тесьма, репсовая лента, атласная. Мы сейчас будем использовать тесьму вот такую из кружева. Очень, кстати, я ее обожаю, она потому что везде меня спасает. И вот так делаем каем. Да, и она будет как такой, знаешь, заводской стиль. Заводской, да? Как будто сделана на заводе мастерами. Мы сейчас это просто по окружности ее проклеим. Так же мы обрабатываем нашу вот эту часть тоже. Она будет у нас на Кате приклеена. Так сбоку, да, я так понимаю? Да, мы будем сбоку делать. По идее, по эстетике нужно с двух сторон. Так как она будет уже привлекать к внутренней части головы, то можно... Ну, наш телезритель может с двух сторон сделать, да? С двух сторон сделать, ага. Края нужно всегда обрабатывать. Это получается, видишь, законченность изделия. Ну, и эстетично, чтобы скрыть вот эти все зазоры, неровности. Ну, примерно мы определили наш центр. Центр, наш этот... Никогда не боимся чего-то, да? Я вот сейчас криво приклеила, да? Ну, тот, кто, не знаю, может впервые, может обвести, да, для начала? Да, можно. Кто впервые может все там рассчитать. Ну, в принципе, эта же поделка, она может и не обязательно быть идеальной там, да? Ну, хотя есть... Если перфекционисты, опять же, да? А также мы обрабатываем, опять же, края наши. Пока тут горячий клей, мы это все проклеиваем. И начинаем декорировать. Это самая любимая часть моя. Самая приятная. Самая приятная. Так, для декора нам потребуется... Сначала мы делаем объем. Допустим, нам нужны листики. Так как у нас тематика осень, мы будем приклеивать вот так сначала что-то объемное. И потом уже на эту будем собирать композицию. Ну, можно вообще для начала примерить, что мы там хотим. Можно вообще лаконично сделать как-то там, допустим, просто ягодки, какие-то брошки. Можно вообще там чуть-чуть бисера и все, на этом закончить. Можно прям авангард вообще сделать, там проволоку какую-то закрутку. Все зависит от желания, да? От желания, от фантазии, от материалов тоже. Мы будем делать декор с одной стороны. Ну, может, местами что-то там. Сейчас мы будем импровизировать, в общем. Полностью импровизация. Так, вот так мы подклеиваем. Примерно так. Это наша уже как бы объемная основа. И начинаем уже делать начинку. Здесь мы добавим вот такие листики. Сейчас же как раз время осенних поделок в детских садах, да? Да, в школе. Еще ярмарки, да, наверное, педали? Очень актуально. Ярмарки уже закончились. Так. Это мы откусываем. Можно даже, кстати, вот так... Кстати, как там, тыковки, да? Какова? Тыковка. Добавляем нашу тыковку. Ну, и все. Можем цветочки добавить. Тоже примеряем. Мы все примеряем. Если идеально подходит, мы добавляем. А подходит идеально, да? Идеально. Добавим немного золота. Золото-то будет у нас такой вот изюменький. Какая же осень без золота. Да, у нас же это все ассоциации с золотом. Очень красиво. Желтенький. И он желтый как раз-то будет дополнять. Наша любимая начинка, композиция. Мы, кстати, на Новый год же тоже собирали композицию, да? Получается, из разных материалов. Да, мы делали что-то подсвечник, по-моему. Подсвечник. Делаем нечетное количество цветочков. Добиваем композицию. Переход. Можно, кстати, амбре сделать от светлых оттенков. К тому, ярким таким. Да, можно все вместе. Ну, в принципе, мне нравится. В композициях нет какой-то логики определенной. Там полностью это пространство для творчества. Как хотите, так и начиняете ее, да? Так, у нас еще есть бумажные цветочки. Мы их тоже давайте добавим, чтобы сделать авангардную такую шляпку. Осенний авангард. Сейчас мы их пустим по периметру тоже. Столько идей, достаточно просто вдохновиться и буквально создать все своими руками. Можно вообще сделать, прямо напичкать, прямо вот этими. Корзины же бывают там осенние. Можно как бы и так оставить. Тут уже ваш вариант, как вы хотите. Можно вообще полностью всю шляпу по всей окружности задекорировать. Но мы пока делаем одну часть. Ну, и немножко тут по окружности добьем. Листиками, наверное, чтобы она у нас как бы лысая не была с другой стороны. А тут уже... Тут просто ваша фантазия. Так, у меня уже клей закончился. Кстати, да, можно посчитать, что где-то всего два стержня клея уходит. Если для тех, кто бывает у нас... Кстати, очень много мастеров, которые перфекционисты. Им нужно четко знать, сколько материала требуется. Вот на маленький клей-пистолет получается? Да, на маленький. Да, их всего два клей-пистолета идет. С толстым стержнем и вот, тонким. Это 7 миллиметров и сантиметровый, которые... И все. Пока в природе больше не существует. Ну, вот так мы можем добить заднюю часть, ну, или там боковую. Сейчас мы еще будем определять, где наша композиция будет на ботке располагаться. Спереди, либо сбоку, либо сзади, да? Так же можно и делать, мне кажется, в тематике любого времени года. Можно и летнюю шапку сделать, да, в зелени, там, в ягодках, в цветах. Даже новогоднюю. Шикарно. И новогоднюю можно сделать. И весеннюю можно сделать. И весеннюю, и осеннюю. Если фантазия работает. Можно даже какую-то, даже любую тематику, даже космос. Просто взять солнечную систему, орбиты, да? Типа вот так пустить по диагонали проболоку и туда шарики сделать. Ну, и эти планеты пустить. А типа... Да, очень классная идея, кстати. А солнце, типа, будет тут центр. Вообще, да, уже придумали, считай, да? Сейчас как раз-то тематику космоса. Ловите бесплатные идеи. Лайкхаки, идеи. Вроде бы обычная шляпка, а сколько всего можно? Шляпка в шоке, что так можно? Так. Ну, я думаю, что, наверное, так можно оставить уже. Сильно не будем ее тоже перекушать. Хотя хочется. Меня уже не остановить. Так, ну, давайте посмотрим опять нашу. Прекрасную Екатерину. Вы родились с такой шляпкой. Я родилась для этой шляпки. Я так долго ждала этого времени. Этот момент. Так, ну, чтобы закрепить нашу шляпку на основу, нам для этого потребуется ободок металлический, как мы изначально говорили. Металлический, чтобы он был прочнее. Для этого нам потребуется обычная репсовая лента. Мы подобрали размер именно под ободок. А, мы ее обклеиваем. Да, мы должны обязательно обработать наш ободок. На голую часть мы не клеим, потому что здесь металл, здесь у нас картон. Это будет неустойчивый. И вот так просто мы ее заклеиваем. Я так говорю просто, да, у меня тут годы тренировок, да, за спиной. И думаю, что... Ну, у всех, в принципе, все получится. Чуть-чуть просто, но не просто. Так, обязательно подклеиваем внутреннюю часть, кусочек, чтобы у нас как бы не цепляло волосы. Если это ребенок, будь взрослым, чтобы он комфортно одевался. Ну, и вот так вот ободочку делаем небольшими кусочками, потому что клей на металле очень быстро засыхает. Ну, и цвет мы подбираем под нашу шляпку. Обязательно нужно учитывать, чтобы она эстетично сочеталась с цветом. Ну, вот так, да, у нас. Иногда еще можно, кстати, делать под цвет волос. Допустим, если у нас кто-то там светленький, то светлые ленты делаем, то темненький, темненький. Темненький, темный, да? Да, чтобы можно даже, чтобы ободок типа не видно. Да, да, сливался, да? Да, сливался. Только шляпка чудесная. Шляпка, да, типа шляпка порхает. Давай ты его сделай. Так, и все. Теперь мы оденем ободочек. И примерно примеряем, где у нас будет. Тебе нравится? Ты видишь себя? Ты видишь себя? Ну, на твой вкус, конечно, на твой взгляд. Так, давай сделаем его все-таки под наклоном. Так прикольнее будет. Под наклоном, да. Так, теперь мы аккуратненько снимаем. И, Катя, прости, чтобы мыть эту прическу. Ничего страшного. Так. Ну, будет под таким наклоном. И все, мы опять же находим середину здесь и проклеиваем. Мы должны сделать небольшую такую прокладочку. Кручку? Нам нужна вот такая текстура материала. А. Который наш кусочек. Ага, вот, да, вот я использую. Наши кусочки тоже мы немножко задействуем их. Любой кусочек обрезаем. Приклеиваем к основе. Тут мы примерно определяем нашу середину. Лицевой стороной к картону, да? К шляпке. Ну, да, вот так примерно тут вот середина. Так, у нас шляпка будет вот так располагаться. Можно чуть-чуть, наверное, так даже. Ну, все проклеиваем тут. Все, на глаз сделаем. Чтобы у нас хорошо все зафиксировалось, здесь мы тоже. Поверх, да? Поверх сделаем небольшую такую, чтобы волосам не мешало. И так, можно еще такими сделать. По идее, надо было потоньше, ой, не ткань. Ладно, сделаем тогда так. А, можно еще вот так же сделать. Можно еще положить вот так. Лентой? Да, лентой, чтобы сильно объема не было. Можно пошире просто ленту взять. Любую. Типа как штопы. Зафиксировать. Мы хирурги, да, сейчас эту лоботку фиксируем. Ага. Так. И вот так. Все, теперь она уже не оторвется, она будет вечная. И можно передавать ее по наследству внукам, равнукам. И так, положить ее в чулан. Или как комоды, да? То есть, эти сундуки. Сундук ложишь, потом с приданным. Да, мне кажется, может сохраниться. Ты же не будешь носить ее каждый день. Померим? Ага. Писательно. Теперь наша Екатерина будет передаваться. Вообще же классно. Иди. Еще можно вот так регулировать. Ага. Сейчас тут немножко. Ой, мы... Клей не остыл. Эй, ты кажучи. Так, стой-ка сейчас. Ага, немножко тут. Все. Отлично. Так, ну что? Ну как? Просто... Во, вот так. Так? Да, классно. Тебе идет жестко. Да. Ты рождена для шляпок. Я рождена. Еще раз повторюсь, я рождена была для этого момента. Ну что, такой вот позитивный, очень полезный, очень классный мастер-класс. Мастер-класс нам дала Евгения Щукина. Женя, тебе огромное спасибо. Пожалуйста. За очередное такое вдохновение. И, конечно, за хорошее настроение. Хорошее времяпрепровождение. Очень полезное времяпрепровождение. Хочу тебя поблагодарить. Ну и, конечно, хотелось бы почаще встречаться, потому что с тобой всегда приятно работать, да, и творить, что-то создавать, что-то новое. И я думаю, что все-таки когда-нибудь у нас будет передача 365 дней с Евгением Щукиной. Ну мы уже, походу, сняли до стукаток. Поэтому, Жень, тебе огромное спасибо. Ждемся и терпением в следующей встрече. Спасибо большое. Я очень счастлива, что вы пришли к нам. В творчестве это всегда хорошее настроение. И просто мы вам поможем поднять настроение, создать красоту. И с выбором материала. Вы даже можете. И на это проконсультируют, и мастер-класс для вас проведут. Можете даже здесь у нас прийти, собрать шляпки тоже. Шляпки, да? Шляпку такую уже даже, да? Так что ждем. Всем спасибо. До встречи. До свидания.